День энергии – это одна из многочисленных международных акций, призванная обратить внимание людей на изменение климата, на то, что сегодня необходимо беречь ресурсы, относиться к ним более рационально. Молодежное объединение «Время Земли» в стороне от подобных акций никогда не остается, поэтому и решили внести свою лепту в празднование Дня энергии в городе. Рассказать о том, что необходимо экономить, о том, что энергия – это тоже очень важный элемент, из которого состоит все. И по факту такие мероприятия не то, что там решают какую-то проблему, так они больше информационными являются какими-то акциями, которые просвещают население о разумном, рациональном использовании. И в нашем городе, скажем так, как и, наверное, во всей стране, люди очень пренебрегают и природой, и природными ресурсами, которые есть. И то, что мы хотим сделать через акцию, это, по крайней мере, воспитать в молодых людях какое-то бережное отношение. «Сохраняя энергию, сохраним климат на планете» – название эко-квеста, который объединил десяток брещан. И принять участие в инициативе, тем самым лучше узнать свой город, была возможность у каждого. Цель квеста – познакомить брещан с конкретными точками в городе, где электроэнергия используется рационально. Люди приходят, им это интересно, и им интересно познакомиться с этими местами. Это классно, на самом деле, что людям небезразлична тема экологии в принципе. И вот им интересен День энергии в частности. К слову, правила разумного использования природных ресурсов просты и доступны каждому. Однако мы, люди, продолжаем игнорировать их. На примере простого раздельного сбора отходов. То есть можно пользоваться стандартными, скажем так, мусоропроводами, к которым мы привыкли, когда выросли. А можно выйти, пройтись два шага и выкинуть мусор раздельный. Сейчас в городе Бресте практически во всех жилых дворах установлены контейнеры для раздельного сбора отходов. Это простой пример того, как мы можем рационально использовать ресурсы. Пользуются такой популярностью, как фримаркеты. Это когда люди обмениваются вещами, организовывают такие специальные мероприятия, даже в городе Бресте проходили, где ты можешь прийти, отдать то, что не нужно тебе. Придет человек, которому это нужно, он может себе выбрать, это все бесплатно получить. Тоже как один из таких примеров. А еще правила утилизации батареек. Миллионы батареек разных видов и размеров лежат в мусорных контейнерах из года в год, а ведь им там не место. Не каждый знает, если спросить, что одна батарейка, она загрязняет 20 метров квадратных земли и 400 литров воды. Поэтому лишь только эта информация, я думаю, должна заставить человека выбросить батарейку, нести ее в места, где собираются. Квест – это игра. В игре есть победители, им, как правило, за правильные ответы на каверзные вопросы вручаются подарки. Многие брещане оказались знатоками в вопросах сохранения энергии, а значит, есть вероятность, что климат на планете будет сохранен.